что друзья приветствую всех любителей 4 европки мы с вами продолжаем играет за португалию нашу старую добрую и прошлой серии мы наделали грязь насколько вы помните да во первых мы отбились от вероломного наступления испанцев во вторых мы распилили испанца и значит обделили его на на две территории получается а господи эстре мадура и нижняя андалусья ну еще вот тут гибралтарчик у нас есть в наличии чтобы чисто ходить в мир на врея по свободному пути теперь-то нас испанец правопрохода не даст минус 200 отношений вот ой вот это нужно фиксить очень срочно с колониями у нас тоже вот как вы видите и в конце прошлой серии я задавался вопросом какую религию нам выбирать вот какую а какой а какой они понятно какую к той на католичестве в общем ты сыта не покушаешь в общем счастлив не будешь и я решился выбрать между протестантизмом и реформаторством внимание барабанная дробь реформаторство да 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 на что это вообще опирается у меня протестантизм он хорош только тем что я заметил то есть идея плюс 15 к этому поселенцам до чисто ну как как и положено мы это в колонии russia значит ну как бы по 15 поселенцев приятно но в целом из полезного там все хи 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 реформаторство мне она нравится я его прекрасно помню там есть вот помните да такое чисто рофл рофл смешнявку что а давайте оборонительные идеи на двоечку возьмем 15 боевого духа армии а в реформаторстве ты можешь постоянно иметь и господи где это постоянно просто на постоянной основе иметь плюс 10 боевому духу просто так у тебя будет все время плюс бонус на торговлю у тебя будет если что там на можно чекануть бонус отключить и на дип отношении и дип репу плюс 20 заиметь и к этой дипки минус 1 к восстанию будет то есть одни плюсы одни плюсы мне протестантизм в этом смысле намного меньше нравится поэтому реформаторство сейчас у нас все союзники то отпадут у ю ю и они же нас любить то не будут больше в этом я что-то не подумал давайте может денег с них попросим пока что мы можем это сделать или не можем состояние войны англия в англии не денег походу мы не попросим ничего еще и бедствие у нас есть крестьянская война сверхоширение нужно чтобы спала атака на 26 начнется это крестьянская война о господи так тут 14 тут шесть процентов и сразу будет не меньше 50 она сделается апрель 26 апрель 26 апрель 26 1 апреля и что будет первее хороший вопрос не знаю у сможем мы это затормозить но наверное сейчас хорош не самый удачный момент чтобы менять религию но давайте давайте поменяем я тут уже в нашей этой африке кусочек тут католичество накидал да да очень хорошо то что нужно давайте раз реформаторство раз красиво великолепно просто великолепно а у нас вот центр реформаторство пожалуйста то что я и хотел кста вот так то мы в наших землях поставим господи чуть не нажал на торговлю миссионеров а кстати у нас монашеские ордена сразу пропали как бы неудивительно будем потихонечку перекрещивать это все дело религиозное единство нас полюбасу сейчас 48 лайк луцк ладно поехали где наш флот флоты жив до жив где ты вот он тогда ну поехали да тут крестьянская война 1 апреля а тут 22 можем ли мы что-то сделать с этим вообще ничего не можем ну печально это печально это у нас будет стабильность очень низкая блин как же это грустно как же это больно да видимо из мировой арены мы немножечко выпадим на какое-то время до с этими восстаниями разбираться но благо у нас с нашим соперником самом главном испании у вас перемирия причем до какого у нас перемирие то у нас перемирие до тридцать девятого ну солидное значит время кстати заметьте сколько у нас денег это все нужно застраивать застраивает чем производством наверное казал я и пошел в налоги нас еще лимитик армии вообще даже не на капельку не добит хух будь чем заняться ну вот она и крестьянская война стабильность минус 6 смешно так а что нужно чтобы подавить это все стабильность один или выше боже мой а ну и все господи 15 к восстаниям так мы что-то можем поменять 5 что это а сколько мы очков теряем во время этого ну допустим я поражал а мы теряем минус 5 у блин а как а это за стабильность меня было серии прирост понял принял франция англия пока что не хочет с нами союз разрывать но хотят хотят на самом деле хотят еретик минус 20 еще какая-то там вещица есть которая называется перешел другую сторону типа по религии имеется виду как то как то она так называется я не помню она тоже минус очень сильно минус 50 он даже дает так раз уж он склонит освободился хочется мне сказать знаете чем мы вообще ну классно африку колонизируем все хорошо пора бы пора бы заняться тем что мы изначально хотели я клина колонизация нового света америка не знаю назвать это америка или нет наверное нет мне интересно колониальной компании вот они вот так вот выглядит дам вот этот а тут территории такие а вот тут джунгли саванны 5 провинциями нужно до целое мы можем это сделать вот так вот по торговле это у центр даже удавайте в центр торговли у нас шанс восстания меньше низкого то есть минус 100 так что не страшно а еще и англия хочет против против а франции до рельефов англия против франции хочет на на союз франции остался самое главное у нас религиозное единство очень низко поэтому нас будет очень дорого это делать чем я думал вот чем я думала я я не знаю я не знаю честно я не знаю да интересно себе геймплей придумал а веселю сейчас сижу максимально причем же повоевать не получится по что все очки идут на повышение стабильности класс о какое-то событие неприведенное прикольно так и это что-то о это что-то в новом нашем свете так что можно построить здесь церковь можно беспорядки что там и можно получить за беспорядки лояльность админ очки админ очки о это нужно так и осталось последний раз поражать повышение стабильности и будет все нормально ну по технологиям уже начинаем отставать но пока что не особо критично не особо то есть чисто ради интереса религиозную карту проглядим я смотрел реформатор стоит исповедует четыре стороны видимо это вот они 3 и я 4 понял 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 принял тут довольно много реформаторство да где-то сердце польши а так в основном но гусизм есть и протестантизм в основном из реформаторство да в крупных странах ничего нету кстати на удивление считая нас этим и почти все от перекрестили почти все и вот вот что что есть и да даже шотландия в одно время приняла англиканство и отторгла тут же ну с протестантизмом как-то не некрасиво вышло некрасиво религиозную войну все еще не понимаю ее смысл видимо нужны иметь какие-то на это виды по крайней мере состоять священной римской империи чтобы хоть была твоя империя протестантской да круто а так мне наверное плевать я далеко сижу высоко гляжу или наоборот и кстати между делом нож только одну до 1 красиво о и легитимность 10 красиво ну по крайней мере на стере боже мой шантийский сепаратисты можно вам это стабильность поднять как она автономию я вас просто не думал никогда в жизни больше сомневайся где вы вообще где-то тут а вот тут можно кстати еще у этих бы я поднял только где они их искать или а это ли он тоже ли он ли он это наши земли я тут пожалуй поднимать или подниму подниму чушь тут нам еще очки нужно потратить очень сильно в вот в это это будет стоить много очков тут провинции развитые относительно по крайней мере да ну чисто давайте для теста я прожму вот хотят что 4 3 из 3 но это три провинции 755 это такое вот тут намного дороже будет это может 200 подкоплю и прожму так с испании у нас перемирия еще не кончилось 39 год как мы помним с марокко у нас этот кассу с были пропала давайте мы это наберем кстати когда только начинал перед записью проверял коалиции было пойду все немножечко красному здесь 30 где-то 30 там 29 сейчас она внуш 16 такое 15-20 но это нам морока и вообще даже не помешает аннексировать полностью даже меня же нету пионская сеть она шпионскую сеть и и не это мы делаем шпионскую сеть понял а нет у нас кассу были не кончился ты на что-то другое у нас кончилось происходит событие выпадал то что типа кассу с или все как каю так тогда давайте чё тут 9 но не еще на ему тут 9 ну давайте давайте воевать активно причем все его территории марокко с нами граничат да и и все территории вся подсвечена просто на вся приграничная с нами так реформаторство еще больше стран обновились обратились а мы кстати являемся защитником веры мне нужны были эти миссионеры так тут какой-то великий проект есть на что это на торговлю глобальную десяточка до сила караванов торговли не глобально приятно нам это нужно поехали тимбукту тунис тимбукту он где-то здесь он скорее всего тут сюда пойдет но через пустошь мы сможем его забить тупо ручками ножками правильно 30 13 13 поехали поехали тимбукта Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Частым. Вот смотри, как неудачно по торговле у нас получилось. Она вот сюда идет, отсюда только. Уф, так, а тут, а тут непонятно вообще ничего, да, тут уже, а тут уже и Франция занялась. Ну, крутой союзник, давайте мы его, пожалуйста, не будем любить больше и общаться больше с ней не будем. Кстати, а почему я сразу не поставил приграничную эту колонию и не завоевал просто, как я делал до этого? Я не знаю, почему я так не подумал. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну и как вы наверняка заметили, я решил разделаться со всеми индейцами, что только были на этом чудном острове. Так, взяли экспансионные идеи до конца, минимальная автономия территории, минус 10. Политика, прирост поселенцев плюс 20 и шанс восстания от юзенцев минус 50. Это нам нужно будет переставить вот эту штуку, да? Ну тут минус стабильность на единичку, я не хочу ее пока что, по крайней мере, терять. Ну я в будущем забуду наверняка про то, что у меня вот что есть, но с Францией отношения вообще 17, как, ну, да. Франция, я в принципе только за, чтобы повоевать с тобой, вот колонии там у тебя есть нужные нам, все дела. Причем, смотрите, у нас поселенцы 110, фу, в год 110. Я думаю, если бы я в прошлую эпоху, где у меня плюс 50, успел бы закрыть вот это вот все, то это было бы прям мощно, 160 в месяц, ну, там в год, в год считается поселенцев, да? В год, да, фу. Ну, в общем-то, беда с рекордами пока что у нас, просто беда бедой. Испанец тут стоит, а Франция уже с нами союз разорвала, кстати. Вот, вот что у нас вот эти низкие отношения. Ноль дипсвязей из пяти, ха, привет, привет. Так, что у нас по Европе? Никто не хочет дружить с бедной Португалией. Так, Польша, Польша, я с тобой улучшал отношения, это не особо. Ладно, давайте получаем с Избогеми, подожди, Австрия. Австрия, я понимаю. Ладно, у тебя это католичество, мы с тобой точно не сдружимся. И с Богеми будем улучшать отношения, засоюзимся. Я надеюсь, с ними обоими, да? Как бы никакого диссонанса у них не должно быть. У нас должен быть хоть один союзник против испанца. А его нету. Вообще, Англия, Англия, да, у нас уже доверие низкое, мнение низкое. Как бы соперник, тем более нам. Она выбрала нас соперники, ага, прикольно. Вообще здорово. Так, а у нас очень-очень солидный доход, 70. Это по тем временем, да, так что неплохо. А, и что-то маловато мы навоевали, мне кажется, с вами. Маловато, у нас мало рекуртов. Испания, как я хочу тебя распилить. Ну, как я хочу тебя распилить, ну, вот что произошло. Это пока не представляется возможным пока. Тут и папская область, тут вообще все. Англия, ну, Англия, ну, нет. Оскорбленица какой-нибудь. Кстати, Польша понравится это, да, дипвес увеличим. Ну, Польша, ну, Союз, ну, вот почти. Ну, и брак даже, они не согласны. Ну, прям соперник Испании, они должны как-то будут приходить, если что. Ну, вряд ли по морю. Ну, пешочком могут как-то пройтись, я так думаю, да. Вы же можете пешочком пройтись? Ну, в теории. В теории как-то могут. Ну, испанец попросит право прохода, и Польша сможет пройти, допустим. Так что, Польша, ты нас не расстраивай, пожалуйста. Улучшение отношения и запас еще есть. Тем более у нас одна религия, мы должны друг друга оберегать. Согласись, Польша, против этих католиков напыщенных. Тю, кто такие ваши католики? Вот, гордые реформаторы. О, которые бросили вызов времени. Угу, угу. В целом, знаете, что можем сделать? Кстати, ага, красавцы. Эм, можно было бы накинуться на Фула, типа такого. А лучше, кстати, на Бенин. Вот это самое лучшее будет. Это Конго. Кстати, Конго можно чуть-чуть подпилить, да, раз уж такое дело, через союзника. Давайте мы чемпионскую сеть будем делать пока что, да. С Конго можно разорвать союз, ну, с испанцем. Не знаю, насколько это будет, правда, длиться долго. А, кстати, вот это я что-то про это пропустил. Сейчас я своего колониста отзову отсюда. Торговая территория мне нужна. Правда, у нас рекрутов нет, очень печально это. Так, Бенин, у тебя союзники, о боже мой, вот тут вот довольно много, да? Нет, это противники, вот тут, Конго и все вроде. А с тобой как раз еще, блин, а вдруг тебя захватят, будет неприятно. Дагомея Зария, вот она. Дагомея, вот она. Все. Так, а в какой ты войне участвуешь? Агрессор, Бенинская война, кого? Ой, ё, ничего не понял. Так, мне нужно найти, кто такой Бенин. Бенин, как раз и ты воевал, подожди, с тебя могут попросить как раз территории тогда, раз уж такое дело. Блин, вот мне не видно, я не могу нажать на твоего соперника, чтобы понять, какие у него есть претензии на тебя или нет. Очень неудачно, ты воюешь, Бенин? Но твою столицу осаждает, это факт. Может, тогда не Бенин? Может, тогда Фуло? Блин, ну я хотел Конго распилить. Ладно, давайте Бенин. Если с ним его конкретно не получится захватить, то на Конго мы отыграемся, это нам нужно. Это деду надо. Так, с Польшей уже доброжелательные такие отношения. Пожалуй, вот так вот сделаю. Так, ну Польшу будет распиливать Москва, это 100%. Помогать мы и не будем, не будем. А это такое, шаткие валки. Кстати, тю, 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 подожди. До 14 августа не можем. 55-го года! Охренеть! Так, ну ты захотел из-за того, что... Ну, разные такие эти. Ну, если ты как бы готов в союз, я только за. Только за. У нас еще сохранилась куча благосклонностей, доверия, да? Насчет Богемии я не знаю. Польша вроде как не соперник Франции. О, и Богемия согласна с нами в союз вступить. Отлично. Так, ну два таких шатких валких союзника есть. Богемия не дружит с Австрией, ну как и Франция. Это здание у нас вон соперник из-за Франции взять. Тюринги, это как бы плевать абсолютно. Кто такой, непонятно. Кстати, Польша уже воюет с Россией, вы понимаете? Уже. Так вот он, Бенин. Уже какие-то провинции у него захвачены. Это понятно все дело. А мы воюем не за этим. Мы воюем вот за тем. За Конго. Конго, Конго. Вот, блин, любит кастелить всякие островочки неприятные захватывать. Придется как-то отбивать это все. Так вот, Бенин. Конго мы ни в коем случае вот так вот не призываем. Поехали. С дикими дебафами, со всем делом, поехали. Все, все можно побережье забрать, да? Да, рыли все побережье. Эта провинция вот тут не Конго. Так что, фу, по красоте. Агрессивка, конечно, мое почтение. Мое рыли почтение. Даже до испанца минус 41 дойдет. Как-то союз может разорвать еще. И союз разорвем. Великолепно. Просто великолепно. Я бы еще смену религии поражал, но, пожалуй, не будем этим заниматься. Так, Конго готово. Ну, теперь осталось еще там разобраться. Все. Со всем этим остатком, в общем-то, ненужным. О, мы даже задание выполнили. Заселить центральную Африку. Супер. Амбиции в Конго. Ага. Так, мы с Добро Надежды. Нам еще нужно фрегатов, чтобы было много. Это проблематично. Ну, как сделаем. Вот. И мы с Добро Надежды Мозамбик претензий куча получим. Оу. Это интересно. Так, лимит 100. Фрегаты, фрегаты это торговые корабли. Правильно? А вот хрен знает. Это вроде торговые корабли. Боже мой. Что значит фрегаты? Вроде торговые корабли, по-моему. Ну, ладно. По-моему они. Пожалуй, подождем, пока они заключат мир и уже заберем все побережье, как мы хотели. А, кстати, институт. Что-то я не проглядел. Ну, как не проглядел, не обратил внимания. Институт. А что по институту-то? Институт появился в печатный пресс, да? Ну, в Германии, да, в Германии. Вот потихонечку у нас распространяется наверняка, да? В 11 уже. Там, за годок буквально. Чисто ради интереса развития. Вот развитие. Константиополь 65. У нас 61. Расскажу ту парафлянку жесткую. Поменял я религию. Это я вам это, ну, вырезал из, скажите, из ролика, да? Поменял я религию и, значит, наша столица не перекрещенная осталась, да? Там где-то было 54 развития, что-то типа такого. Я, естественно, колонизирую вот здесь все эти дела. Смотрите. Развитие 12. Вау! Как? Как? Выселение меньшинств из Лиссабона. 10 развития. О чем я говорю? Ну, это здорово, да? Круто. Но, внимание, эти 10 развития сюда пришли, а оттуда они ушли. То есть, из столицы минус 10 развития я увез, блин. Я что-то даже не задумывался, что типа... Я думал, ну, они вот просто, ну, вот, пожалуйста. Ну, там чуть более развитые колонии. Оказывается, это из метрополии на эти... У нас забираются. Боже, какой кошмар. Ну, так бы у нас было бы не 61, а 71. Имейте в виду. Боже, как ты долго осаждаешь. Это просто ужас. Просто ужас. А, все? Какие-то перемири решили закрутить и заключили. О, все. Теперь точно все. Кстати, Бенин так-то добился своей цели. Он захватил территорию лишней. Мое почтение аплодисменты. Так, ну и от Бенина мы оторвали все пригранище, значит, берег Соловой Кости. Приятно, конечно, приятно. Так что раз, два. Нам больше чего и нужно, да? Эч, красиво. Вот. Ну и на этом я бы с вами поспешил попрощаться. Как там испанец-испанец? Ну, ну, заколонил. Я тоже кста. Надеюсь. Блин, ну, это единственная торговая точка, по-моему, единственная. Возможно, я ошибаюсь в мысе доброй надежды. Испанец будет разбит. Победа будет за нами. Поэтому, ну, чё, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, как бы, блин, красиво сделать. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так.